14 апреля состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Российским институтом стратегических исследований и Крымским федеральным университетом имени Владимира Ивановича Вернанского. Мы сегодня подписали договор с университетом о сотрудничестве. У нас был раньше договор, когда Крым еще не был в составе России, но сейчас новый университет, федеральный университет, новый договор, новые планы. Мы открываем здесь в форме автономной некоммерческой организации свой центр крымский, который будет работать под кураторством нашего института. И планы очень большие. Самое главное это вытянуть интеллектуальный потенциал политологического сообщества Крыма на Россию, на Москву, чтобы то, что здесь создается, оценки, экспертные оценки, анализ, чтобы мы это использовали в работе на администрацию президента, чем занимается наш институт. Это институт, учредителем которого является президент Российской Федерации. Вот он постоянно, в постоянном режиме работает, как аналитический центр, обеспечивающий администрацию президента аналитическими работами. В рамках соглашения планируется открытие Крымского центра с отделениями в столице полуострова и Севастополе, который будет работать под кураторством Института стратегических исследований. Вы понимаете, Институт стратегических исследований – это ведущий институт в России по мониторингу политической ситуации, экономической ситуации и так далее. Конечно, есть вещи, которые закрыты, и с ними нужно ознакомиться только тот, кто имеет доступ к государственной тайне, но есть вещи, которые будут доступны нашему студенчеству для того, чтобы использовать эти данные и в своих научных работах, и диссертационных работах. Поэтому, конечно, такая взаимосвязь будет очень полезна для Крымского федерального университета. В завершении мероприятия выступил вокальный ансамбль Белградского университета. Субтитры создавал DimaTorzok